С хрупким инструментом, признаются музыканты, их в салон самолета не пускают впервые. Представители авиакомпании говорят, слишком габаритный груз. То есть мы на 10 сантиметров не проходим? Ну, у вас формально не проходит 10 сантиметров. Представитель авиакомпании раз за разом настаивает, инструменты нужно сдать в багаж. На фото доказательства, где исполнители с этими же виолончелями из этого же аэропорта летят до все того же Санкт-Петербурга, никак не реагируют. Как и на доводы, что инструменты этот полет просто не переживут. Сто процентов получим дрова. Посмотрите, это полое. Мы сто процентов получим дрова. Сто процентов. Без вариантов. В итоге исполнители делают все по регламенту, сдают вещи в багаж, сами летят одни в салоне. Музыканты снимают на телефон каждую виолончель, потому что уверены, это видео пригодится, когда на выходе они получат футляр с щепками и опилками. И, к сожалению, оказываются правы. Изуродованный инструмент они получили уже в Москве. И только тогда молодым людям позволили забрать вещи в салон. Вот сломано. Опачки. Да. Это уже нужно нести к мастеру. У меня были, и сейчас сохраняются, вот как отходняк, такое ужасное ощущение, потому что каждый музыкант, который любит свой инструмент, он играет по многу лет. Я играю на этой виолончели с 2007 года, и у меня было ощущение, как будто у меня сломалась нога. Следующий концерт у музыкантов уже в среду в Санкт-Петербурге. Инструмент сейчас на ремонте. Тем временем, по словам самих молодых людей, победа на жалобы до сих пор никак не отреагировала. Мы отправили запрос в авиакомпанию, ответа на который пока тоже нет. Елена Саткеева, Енисей. Новости.